Попробовать развернуться в ту сторону, как у меня на начальных этапах это озвучивалось, пойти туда не знаю куда, найти то не знаю что, собственно говоря, самого себя. Потому что, оказывается, самая большая проблема – это с обнаружением того, кто я. Казалось бы, настолько очевидная вещь, я же в зеркале это постоянно вижу, да? У этого, что я вижу в зеркале, есть имя, это имя как-то я отождествляюсь собой, а то, что в зеркале тоже, вот вроде бы, это же такая постоянно существующая атрибуция, которая меня всегда в себя вставляет. На самом же деле, галиматя полная, правильно? Имя могли и вам дать какое угодно, поэтому вы не имя. То, что вы видите в зеркале, оно же меняется каждое мгновение. Достаточно, как следует, выпить с вечера, утром там совсем не то. Ну, это я шучу, ну, это для полной очевидности. На самом деле, вы же видите, да, есть фотографии, которые показывают, что портрет на них постоянно меняется. Какой из них я, да? Где я вот среди этих портретов или я не портрет, а тогда что может быть основанием для вот этого определения, кто я? Что может быть основанием? Какой-то набор рассказов о моей личной истории, да? Что вот мой отец, вот моя мать, вот мои братья, сестры, дети, там у кого что уже. Но это вообще ни о чем. Потому что они сами себя тоже не знают. Как вы опираетесь на то, что себя не знает? Если бы они сами себя знали, тогда бы это было основание, от которого можно было бы оттолкнуться. А так как они сами себя не знают, то как они вас могут знать? Поэтому они о вас рассказывают в каждый день всякие небылицы. Можете послушать рассказ о себе, там с интервалом, там несколько лет, и вы увидите, что он будет меняться. Ну, со стороны ваших близких, знакомых. Тогда что я. И куда вот, собственно говоря. Вот я уже живу. Обычно вот на сатсанге приходят люди, которые как раз очень уперлись уже вот в эту тему. Что казалось, я что-то строю, очевидное, объективное, да? И вроде бы есть параметры, которые я прибавляю к себе и наращиваю их как социальные роли, физические достижения. А потом выясняется, что это все бельберда. Все это между пальцами утекает мгновенно. Все это основано на каких-то иллюзиях, представлениях, социальных ролях. А я-то где? Я же вот живу. А где я? Где я? Ну, и вот начинают ходить на сатсанге, читать книжки и предлагаются различные варианты по этому поводу. Правда? И какие-то, может быть, варианты даже очень убедительны. Знаете, есть такие древние физические знания, где сообщается, что вы, например, атман. Или там христианские какие-то темы, что вы душа бессмертная. А это еще кто такая? В каком месте я, душа бессмертная? Кто-нибудь чувствует, что он душа бессмертная? Ну, или атман, я не знаю, кто какой конфессий. Что-то тоже не годится, как объяснение. А тогда кто я? Ну, я же есть. Это же настолько очевидно. А где опорная позиция этой очевидности? Ну, попробуйте посопротивляться и высказать какую-то свою точку зрения. Или проблематизировать ее. Может быть, у кого-то по-другому это все выстроено. Ну, чтобы нам раскачать пространство и войти в более глубокие слои. Потому что есть же более глубокие слои. Кажется, вот язык один и тот же, а можно при помощи одного и того же языка, говоря от ней те же слова, попадать в разные совершенно состояния. Хотя потом те же слова могут казаться, ну, как же я туда попал? Ведь это банально. Но сейчас есть такая возможность подойти к преди. Можно пример нам здесь приведить. Приведи. А потому что ты проходишь с теми ими? Ну, да. Я работаю в школе. Ужас. Ужас. И в какой-то момент я прихожу к детям, рассказываю про деньги. Про жизнь заинтересованность сто процентов. Как их получить, пендию все это. И так я хожу. Там, наверное, человек 150, например, больше. То есть там много по трицать человек. И пришлю полтора часа с презентацией, касаться на остальные, то есть там 4-3 время. Наверное, тут пришлю в сентябрь-экзем. А вопрос возник в этом году, в феврале. Я говорю, я же была с ней. Ну да, функция... Один сказал мне, я вас не видела, я вас не помню. Второй, это массовая вот эта вот штука. А вообще тебя они не замечают. Я столкнулась с тем, что я к детям прихожу и говорю, ну, дети, 16-18 лет. Я же приходила к вам. Ну, от этого вот, из всего, всей этой истории, что это просто какой-то чудесный случай, амнезия масса. Меня прям ушло, потому что, сейчас это опять повторится, потому что это же цикличность. Нет, во всей этой истории, да, это чудесно. То есть детей амнезии, они тебя не запрещают. Знаешь, как это? Когда приплыл этот самый Колумб, его первое время индейцы не видели, потому что не вписывалось в картину мира. Вот я пришла, меня можно не заметить? Я прекрасная. Я не знал бы забыть вообще, да? Вот я полтора часа перенесла. Нет. Нет, это опять ты нам про чудесное. Это массовая ситуация. Я привык с этим сталкиваться. Хорошо. Ты-то вот как себе вообще это вот рисуешь? Ты, ты кто? Я пришла спросить, что я? Я чего пришла-то? Я не просто, я с вопросом. Это правильно. Потому что я не знаю, что мне делать, у меня опять эта ситуация. И окажется, что я потеряла энергию зря, потому что в большом количестве. Ну как ты ее могла потерять, если ты не знаешь, кто ты? Тогда знала. Да нет. Тогда мне казалось, что я знаю. Ну смотри, смотри, вот в этой истории ты наводишь сейчас чудесность на всю эту историю. Неожиданно, удивительно. Собственно говоря, ну и что? Давай возвращаемся к этой ситуации. То есть ты себя потеряла. Благодаря отзеркаливанию другими людьми. То есть ты думала ты то, что о тебе думают другие. Оказывается, они вообще о тебе ничего не думают, потому что не замечают. Ну это же не все люди. У тебя же есть дети, муж там. Эти тоже не замечают, что ли? Не замечают. А они что замечают? Ты то кто? Ну да, до поры до времени, пока не начнешь деньги не давать. Только на концу остывать не начнешь. Ну да. Большой вопрос? Нет, у тебя вопроса никакого нет. Тебе просто прикольно, у тебя вопроса нет. Так, у кого-то вопрос есть? Я могу это помнить. Давай. На том, что ты перестань, когда идешь по улице, и ты поймешь, что тебе это замечательно. Ты что-то такое ощущение, что тебя просто нет. И это очень приятное чувство. Ты начинаешь просто наблюдать за тобой. У тебя нет. Ты просто движешься. Просто такой поток. Ну да, да. Есть такие моменты, что действительно в определенном состоянии то, что казалось тебе раньше фиксирующим тебя, оно отпустило. себя вот в виде вот этих учеников, либо вот как ты говоришь, да, есть такой феномен, ну, растождествление. Но это еще не полное растождествление, оно временное, да, и оно создает вот такой удивительный эффект. Да. Да. Такой эффект есть. Вообще очень много эффектов, и сейчас вот люди начинают наблюдать все больше этих всяких эффектов, потому что, ну, матрица разжижилась, раньше же она четко скрепляла себя. То есть людей очень, ну, как бы основательно фиксировали. В школе, дома, в программу, там, какая мать, какой отец, какой сын, какая дочь, какой... Сейчас это все такой постмодернизм, во-первых, в философии. Во-вторых, в социуме, в общем-то, не очень, уже, знаете, там, мальчик, девочка, не поймешь, кто там из них, кто гендер путается, да, там, вот эти ответственность, никто уже не собирается быть отцом, матерью, там, домохозяином. Все это уже разжижилось, да. И в результате наблюдается такой социальный эффект, что, да, сейчас в огромном количестве, особенно среди молодых людей, вот это буквально физическая раздифференциация, когда они видят, что их не видят, потому что видеть-то нечего. Раньше видели конкретный социальный вот этот, ну, паттерн, который, самое главное, что ты сам его удерживал и благодаря этому отзеркаливался от других. Но это такой социологический феномен, он интересен, даже можно по поводу него какую-то работу написать, если статистику определенную собрать. Но это все билиберда, на самом деле. Ты-то где? То, что ты видишь, что ты не отзеркаливаешься, это прикольно, но ты-то наблюдаешь это, значит, ты есть тот, кто наблюдает вот это вот состояние, ну, утраты своего вот этого фиксированного образа. А это кто? Ну, то, что пока выдает эмоции и чувства. Ну, да, он выдает что-то, эмоции и чувства. Но, смотрите, вот в этих моментах очень основательная вещь, что у нас еще есть очень глубокая штука, что мы деятели и несем ответственность за свои действия. Ну, тоже нам ее с детства внушили, что, например, это ты испытываешь чувства. Да, вот ты так и сказал, это я испытываю чувства. Причем, я могу этими чувствами, ну, как бы немножечко управлять, типа, хочу разгневаюсь, хочу полюблю, хочу, хочу. Да? И вот тот волшебный момент. А из какого места ты вот запускаешь вот это хочу, делаю? Есть ли вот у тебя действительно рычажок для запуска этой программки? Быть, например, чувствующим существом. Ты в этом участвуешь? Или же чувства через тебя просто так волнами идут, знаешь, как? Вожжа под хвост попала. Мы воспринимаем через тело? Вот давай попробуй через тело. Как ты? Опять же, тут есть разница сенсорные ощущения и чувства эмоциональные. Эмоциональные, это если начать распределять, откуда эмоции идут, вернее, где они даже оседают. Да, да. Гнев, радость, страх. Где они оседают, это все истории. Ты как участвуешь в этом процессе? Не рассказываешь о нем? А вот, например, гнев. Как наблюдать? Гнев, как? Ну ладно, давай уберем. Как ты наблюдаешь? Если начинать разбираться... Нет, не разбираться. Вот наблюдение же самое простое. Что ты делаешь для наблюдения? Что? Пришла там... Стоп, стоп, стоп. Ты ей рассказываешь. Что ты сейчас делаешь, чтобы наблюдать? Подожди, ну как ты смотришь? Расскажи, как ты начинаешь запускать процесс смотрения? Не, ну это мы сейчас можем разбираться, как течет кровь. Что я делаю для того, чтобы течет кровь? Есть, скажем, если пробовали, вне телесную обувь. И? Выходишь, тело остается на месте. Еще раз. Здесь ты... Смотри, 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 смотри. Опять же, ты все перескакиваешь уже в конечную фазу и делаешь описание ситуации. А как ты делаешь выход из тела? Ты как это делаешь? Ты управляешь этим процессом? Только говоришь такой, стоять, выхожу из тела. Или там стоять, начинаю смотреть, выделяю черный цвет. Кто-то так делает? Дает себе команды такие? Или смотреть на этого человека? Или слушать его сейчас? Может быть, в первый раз в жизни, когда много-много-много раз, по-моему, назад это и делаешь, команда, всему чему учиться. А сейчас все автоматически. Подождите, это только предположение. Предположение. А зачем предполагать, если у вас смотрение сейчас происходит? Вот прямо каждое мгновение оно происходит. Где ты, на что ты давишь, чтобы смотреть и выделять там какие-то особенности наблюдаемого процесса? Ну, команда же все равно выдает смотрение. Нет, все равно выдается, это разговор. Ты как в этом участвуешь? Есть ли у тебя рычаги, за которые ты тянешь, чтобы начать смотреть, начать слушать? Причем не просто смотреть, а смотрение выделять. Вот сейчас на уши смотрю, сейчас на глаза смотрю. Сейчас перевел взгляд. То есть я себе говорю, хватит на него смотреть, переводим взгляд на него. Есть такой вот говорящий вот это, чтобы давал команды? Или я не знал, что, я же мог перевести на нее взгляд. Почему я на него перевел? А сейчас на нее? Я в этом как-то участвовал? И почему я на нее начал смотреть, как на женщину, там думал, ну какая фигура там, что там? Это я сделал? Делаю всего лишь как рабочий инструмент. Все равно, кто дает команду смотреть? Стоп, кто дает команду? Как ты дает? Не, не музыка. Как ты даешь? Вот ты сейчас сидишь, и у тебя есть возможность прямо это пронаблюдать. Как ты сейчас даешь команду хотя бы говорить вот эти вот слова? Как ты их начинаешь говорить? Почему ты именно эти слова говоришь? Как ты выбираешь слово, которое ты сейчас будешь говорить? из какого места ты его, ну знаешь, как вот файлики там лежат, ты такой, хоп, этот файлик зацепил, разговаривай. И он такой, тун-тун-тун-тун, объясняет мне что-то. Был такой момент, что ты файлик искал, вывел его и озвучил. И ты знал, где этот файлик лежит? Нет, где лежит, не это, а приходит? Приходит. Вот, вот. Ну это как вот с эфира ловишь информацию, мысли. Нет, если ловишь, как ты ловишь? Куда ты смотришь, где эфир? О, вот они файлы. Ты так делаешь? Нет. Все на автомате же идет. Вот. Все процессы на автомате. Вот это чудесно. Вот это самое чудесное. Мы знаем это. Нет. Одно дело разговаривать про это, а другое дело вот это вот убедиться в этом, что ни одну мысль ты не рождаешь. Ни одно вот направление, куда смотреть и что высматривать, это вообще не тобой делается. А ты-то тогда кто? Если ты элементарных вещей не знаешь, какая у тебя сейчас мысль или какое чувство сейчас возникает, ты этим не управляешь. Оно в тебя входит, заходит, само там что-то в голове разговаривает, разговаривает, строит какие-то эти самые программные софты, которые потом уже тобой же дальше руководят, что ты вот мужчина. Ты же мужчина себя считаешь? Я извиняюсь, что на ты, ну просто мужчина ты или нет? Наверное. Вот. А вот где к тебе прикреплен мужчина, к тебе лично? К тебе. Вот ты типа не мужчина, а к тебе прикреплен мужчина, потому что, когда ты родился, ты же не знал, что ты мужчина. Тебе взяли и прикрепили. Мужчины. Ну вот сейчас я говорю, детей там в Европе говорят, не надо мужчина, женщина, сам выберет. И не прикрепляют. Оба-на, вот веселуха. И действительно, ты-то думаешь, что он мужчина, а он так не думает. А как он, как ты себе, что ты, как ты прикрепил к себе мужчину? Ну, различие полов же видно? Нет. Видно. Ну, где же это название? Ну, сейчас можно поймать африканских детей и сказать, девочки, мальчики, наоборот. И они будут говорить, это мальчики, это девочки. Девочки. Это всего лишь название. Да, да, да. А где вот за названием то, что является этим? Ну, сейчас легко здесь взять и поделить. Мальчик, девочка, мальчик. Конечно. Потому что... Можно назвать девочка-девочка, мальчик-мальчик. Да, да, совершенно верно. Ну, различие мы же проведем легко? Нет. Да. Ну, как же ты проведешь, если ты не знаешь, что такое мальчик? Не важно, как мы явление назовем. Вот именно. Можно назвать телевизор, телевизор, радио, радио. Точно, точно. Мы также могли вот говорить радио, телевизор, мальчик. Это без разницы, как мы называем. Да, но в итоге разницу мы видим, так ведь? Как ты отличаешь мальчика от девочки? На ощупь, тактильно. Ну, ну ж ерунду говоришь. Ну, не знаю, я годик точно уже знал, что я мальчик. Ну, конечно, тебе первым делом гендер впилили. У нас так... Нет, ну так все равно социум... Ну, это я про это и говорю, что мальчиков нет. Потому что, что такое мальчик? Что это такое? Типа, писюн торчащий? Точно. А если отрезали? Мальчик без писюна. Вот. Значит, писюн ничего не означает. С писюном он или без... Он же был. А если не было врожденный дефект? Тогда уже не мальчик. Какой молодец. А если пришили, знаете, сейчас в Таиланде, тогда снова мальчик. Ну, если критерий такой. Видите, как... Ну, это вы так думаете. А если вы не знаете, я знал одного человека, который очень жестоко ошибся. Он думал, что это девочка, а выяснилось, что это мальчик уже в самый последний момент. И он был очень удивлен. Но это, опять же, потому что он оставил у себя. А если бы он отрезал... Ну, в общем, короче, мы сейчас начинаем даваться в какие-то моменты. Потому что вот ни одно понятие, оно в себе ничего не содержит, кроме других понятий, которые должны его укрепить. То есть, чтобы слово что-то значило, должен быть текст, который его объясняет. Кто такой мальчик? И понеслось. Мальчик с писюном там и понеслось. Там борода растет у мальчика, когда после 20 там... Ну, всякие такие хрени. Вот если этих слов нету, то слово мальчик ничего не значит. Но те слова, которые его описывают, борода, писюн, это же тоже слово. И чтобы объяснить, что это слово значит, нужны еще слова. Без слов каждое слово ничего не значит, если нету набора слов. Поэтому слово мальчик – это условность социальная. Если бы его, говорю, вот как в другую страну переехали, и все бы начали мальчиков называть девочками, так бы и стало. Потому что само слово ничего не несет. Тогда как же ты при помощи него что-то определяешь? Оно определяется до тех пор, пока есть другие слова, которые его подкрепляют. Но тогда у этих слов должно быть основание. А у них точно так же его нету. То есть из пустого, при помощи пустого, мы создаем некую иллюзию вот гендера. Почему вот постмодернисты, они это очень легко, все деконструкция такой у них был момент. Все это расковыряли, разложили и запустили весь вот этот сюжет. Когда сейчас у нас буквально в реальности. Вот уже люди ходят, и их никто не видит, потому что нету фиксаций. И дальше будет больше и больше, больше и больше. То есть если описание и картинки не будет в жизни, и ты в эту картину не входишь, то они тебя не видят? Да. Но это, я говорю, очень интересный социальный феномен, который можно изучить. Его уже изучают давно, и я даже людей знаю, там диссертации понаписали. Но они так же ерундой занимаются, потому что они просто более сложными словами начинают описывать. А за теми словами точно так же ничего, потому что мы дальше упираемся в философию. То есть самые сложные слова, которые дают базисные описания, там, бытие, сознание, там, чувства, эмоции, то есть вот эти, которые абстрактные понятия, они точно такие же. А если убрать социум? И социум. Вот шимпанзам. Вот шимпанзам пофиг. А вот мы же тоже они. Это с чего это? Это тебе уже раскрыто. Это вот как раз, да, заявление очень... Нет, это уже концепция такая. В каком месте ты биологическое существо? Вот как он мальчик? Биологическое — это целая история. Биологи напридумывали. Вот у тебя туловище, вот у тебя легкие. Нету этих вещей. Ни легких, ни туловища. Это концепт, который поддержан другим концептом. Никаких... Ну, это же известно, и в XIX веке еще реальность объективно исчезла вместе с квантовой физикой. Нету. В самом базисном моменте нету оснований, нету неделимых атомов. Там вообще ничего нету. Там просто нарративы по поводу того, как устроена энергия, материя. И потом уже на ней там химия, биология, и вот органы, и все остальное. Вибрации? Ну, это замена, это вибрации, энергия. Это все та же словистика, которая при помощи слов лепит из пустого пустое. Нету никаких органов. Я говорю, органов нету, головы нету, человека нету. Это все абстрактные понятия, поддерживаемые другими абстрактными понятиями. Это еще Витгенштейн вычислил. Ну, просто это как бы глубокая такая философия. А до него еще был этот поляк, так господи, все время забываю его. То же самое. Вот он разобрался, что слова строят слова. Ничего нету, мы в тексте живем. Нету ничего. Мы словами как-то пытаемся объяснить. Да, да, мы просто пытаемся удержать какую-то фиксированную форму. Вот я девушка, вот мой парень, вот мы типа пран. А потом какой-то вот начинается скандал, выясняется, что это не твой парень, а ты вообще проходимец, носки расспрасывает. Ну, это я так шучу. Но когда правда жизни доходит, вдруг выясняется, да, начинается, ты не мужчина, ты вообще не парень, а ты вообще не женщина. И начинают выяснять, кто как в кровати на что похож. Ну, там всякие атрибуты, которые вытаскиваются в качестве аргументации. Выясняется, что бред с силой кобылой. Это просто вы держитесь за пустое, потому что вы пустое. А где вы? Вот это очень важный момент, почему я говорю, сейчас поперли вот эти сатсанги. Потому что люди видят, что они пустые, что действительно все эти скрепы, они ничего не скрепят. Ну, даже, я уж не про социальность, я вот прямо вот про буквально материальные, что ты смотришь на руку, а руки нету. Потому что ты смотреть не можешь. Ты не понимаешь, откуда ты смотришь и почему ты руку рукой называешь. Ну, то есть ты понимаешь, что у тебя есть текст по поводу биологии, анатомии, видовых каких-то. Ну, это же текст выдуман учеными 18-17 века. Они его из пальца высосали. Просто его много раз тиражировали в школьной программе обучения. И все, типа, успокоились, да, это вот так вот. Не так вот, нету руки. Потому что даже вот на физическом уровне это кванты, вибрации, там. Между молекулами, знаете, там атомы, а между атомами, там, между этими элементарными частицами, между, там-то пустота вообще. То есть можно сквозь руку смотреть. Почему-то я не смотрю, а вижу руку какую-то. А на самом деле я не руку вижу, я текст вижу. Рука, кожа, линии. То есть у меня на все, вот куда бы я ни смотрел, везде стоит слово. Ну, это уже известная тема. На самом деле она сейчас только нужна, чтобы, ну вот если у нас новая аудитория, как бы вот увидеть, что нету у вас фундамента для «я». Да я не понимаю, как вы со словами живете. Вот этот парадокс очень. Вы уверенно говорите слова и считаете, что это что-то. И при этом вы посмотрите, как вы там говорите «бутерброд», и его в рот кладете, и он у вас там в желудке чуть растворяется, и тело там выделило еще унитаз надо для всего того. Видите, какую вы простроили? Как вы это делаете? Выясняется, что, ну я сейчас итог подвожу, что это не вы делаете, это просто делается. Тело живет, кровь бурлит, смотрение смотрит, разговор разговаривается, слова склеиваются. Но к вам это никакого отношения, вы нигде к ним не прикреплены. Ни к созданию слов, ни вы создавали слова. Ни к действию, я говорю, вот я не знаю, почему и как я вожу вот этой рукой. Я не знаю, на какую мышцу было надо нажать, чтобы она двигалась так. Я этим не управлял. И вообще я не знаю, чего это я и начал махать. Ну, видимо, чтобы иллюстрировать. Но это текст, который появился после того, как уже действие делается. Ну, это известная тема, что неокортекс, он там на несколько десяток секунд уже решил, что руку надо будет поднимать. А я потом только задним числом говорю. Ну, это как вот в социологии, деривации. Накидывание на реальность, объясняющие модель. На самом деле никакой реальности нет. Это задним числом я объясняю, что я рукой двигаю. Это не я рукой двигаю, я не знаю, как рукой двигать. Ну, можно сказать, что Бог. Но это как-то вообще неприлично. А это еще кто такой? Тут же еще концепция на концепции. Начнем разъяснять, кто такой Бог. И понеслось. Атман, тождественен, брахману. Ну, это один из вариантов. Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Ну, тоже как вариант ничего. Ну, видите, да, это вообще... То есть для нас... Раньше так люди хоть в это врубались, а для вас это вообще ни о чем. А самое интересное, что эти слова самые основательные, потому что они отправляют нас к тому, кто всем этим управляет. Ну, вы-то понимаете, какая-то билиберда, как он этим может управлять, кто он такой вообще. Ну, сразу же включается вот это материальное концепт, что он где-то сидит и там за главный рычаг все это запускает или своим умом бесконечно следит, чтобы у вас волосинка с головы упала. Знаете, ни один голос с головы младенца не может упасть, если Бог этого не захочет. Вот он сидит и там следит за вашими волосами, чтобы они падали. И чтобы вы в мысли эту подумали. Ну, ну, галиматья. А если человек убрать это уровень? Вообще. Так его там и нету. Человек это, вот ты сказала, что ты шимпанзе, а кто-то сказал, что он человек. Ну, это без разницы. Хоть как себя называть, только в печку. а его и нет нет основы нет 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 вот это есть вот сидящая маша как как же это вопрос это что очевидно что ты сидишь я говорю мы пользуемся но это вот ну вот ни о чем это просто нагромождение софта который сам себя программирует и понеслось он сейчас вторичный софт уже пошел до когда программируют искусственный интеллект и он там и сам себя программирует и напрограммирует потому что игры разума бесконечны но это не ваш разум вы не думаете эти думают они это они создают искусств нет это имя там создается искусственный интеллект они ничего не создают они вообще ни одной мысли еще непонятно из какой трубы там ветер дует на все это мероприятие чем-то закончится раньше был поднял мужик баба все все на своих местах а сейчас он педики кругом но с другой стороны почему бы и нет да при чем здесь запрещает потому что смысл запрещения он базировался если у тебя есть власть и право ну выстроена из в рамках своих как если власти права не только вот действительно какое вообще тут кто вообще имеет право хоть что-то тут кому-то объяснять но сейчас такая политика идет никто никому не имеет права потому что каждый правый имеет право на то что слева и то что справа еще макаревич пил но в принципе это все как бы хорошо потому что но она разжижает вот эту нашу какую-то вот попытку каким-то образом ну опираться на этот социум но вы видите не на что опираться в социуме единственный остался момент это кто ты но на самом деле ситуация близкая к шизофреническому такому сумасшедствию правильно тебя нету не просто там вот ученики говорят что тебя нету а ты сама начинаешь догонять что тебя нету да да и ощущать не ощущайте ощущение просто через вас катят смотрение смотрит это ощущение же как модель на что-то ну да да я сама на себя же не раздражает ну да то есть сейчас пока мы с вами говорим на уровне разговора то есть я так понял ни у кого экзистенциального кризиса вот чтобы действительно до вас дошло что у вас нету что это как вот типа ну да еще одна концепция но вот на это же на самом деле вас нет и вас нету нет вы еще не верите вы еще вы еще думаете что у вас есть вот эти опорные штуки а вас то нету нет видите у вас такой взгляд вы себе оставляете лазейку я есть причем именно такую кандо винку и ну вот я сейчас пойду покушаем там могу вообще забить на это все опять требуху какую-то мозг вливает там размазаться по социально ролевые вот этой хрени ну это до поры до времени что говорю это придет вы сейчас никуда не денетесь вас всех накроет до самого страшного ужаса потому что грядет огненная вена чего увижу вам какие-то истории надо рассказать как вы себя вести в этом конечно конечно вы судорожно держитесь и всячески себя дорисовываете и даже я вам сейчас объясняю вы не не все нормально и что-то там она уйдет если это хорошо если она сейчас у вас уйдет пока вы еще в здравии и в уме самое ужасное она будет уходить когда человек умирает а тогда ужас ужас и катастрофы сенсорические круги и рождение водах ну потому что если вы умираете в ужасе то соответственно из бордо там вылазит персонажей забирают вас в нужное место а сейчас население так смерти не готова это не концепция со смертью все очень хорошо она придет своем великолепие и там будет караум ну вот как то так а то есть молодцы ну вы не догоняйте вот эту страшную известную древнюю мысль момент амора помни о смерти ведь этот час ты хорохоришься потому что ты думаешь что это когда-то будет далеко и самое главное что это билиберда переживал помнишь и не очень весело весело смерть сладко смерть сладко но это хорошо если ты не обманываешь действительно вполне возможно что у тебя есть этот опыт на самом деле вполне возможно тогда нет проблем так ну-ка поговорить нашел консорциум людей запугал опять-таки концепциями разными начинают регулировать чё тебе до других людей если ты познал смерть нет если мы говорим сейчас про скажем наши общие страхи здесь кто-то боится смерти ты это не боишься чё тебя про это сейчас вот разговаривать прошлом надо разговаривать ты говоришь что ты смерти не боишься ну я по крайней мере знаю что ты или все ты свободен не 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 все 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 болтаешь ты смерти не боишься ты просто еще к ней не подошел ты сейчас ну в роли в такой типа я знаю что такое смерть но вешу тебя даже такие слова по крайне то есть это вот это вот 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 это это показатель то есть когда человек был возле смерти он так не разговаривает он знает я не скажу что это ужасно конечно не скажешь потому что не знаешь ну да но это пока ты откладываешь этот момент а ты вот подумай конкретно по-настоящему это ключ момент амора это проход действительно ты можешь сейчас при жизни вот тут то что я до этого вам говорил я вас подвел к смерти вас нету вы мимо ушей это пропустили ну здрасте конечно вот и начинается бла-бла-бла ни о чем ведь у вас нету вы не подходите к пределу ну пока место кто говорит я не знаю как все здесь присутствует ну господи ну есть варианты если ты святая и безгрешная сядешь в одессу одессу и с отцом на небесах если грешница то черти те в зад виллы встает если ты буддистка топа по колесу сансоры можешь родиться там бабу как пел высоцкий но это чё об этом говорить то толку это ж не вообще не про что смерть она конкретно конкретно она как раз вот в той подводки которую я начал самого начала что вы ни на что не опираетесь вы ни одного действия вы сейчас мертвы а вы никак понять не можете и судорожно думаете что я вот то 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 я живая это вот и сансорическая иллюзия это и есть колесо сансоры это не какая-то там это самое то вот то как вы сейчас зацепились и никак не хотите увидеть что вас нету в самом реальном варианте но услуги тяго так говорите условно если ты говорила высшее я и понимал о чем ты говоришь она бы так не говорилось а если условно то это опять же разговор по концепции мы можем как угодно разговаривать да 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 но я говорю сатсанги чем интересны здесь вы можете подойти к самому себе а я как настроечный инструмент работаю вас приводить некуда вы сами должны прийти но даже не должны а вы пришли прийти к себе только все отворачиваете голову потому что есть еще надежда что можно это самое знаете как матрицы не 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 хочу хочу шницель с кровью вина попить еще данную взад эту реальную реальность хочу еще поиграть социальную вот эту роль а вы же пришли умереть ну а если поиграть да можно поиграть ну мне не интересно зачем ко мне приходите я не играю мне уже неинтересно я уже поиграла так ну отбрасывай и что-то отбросила что там еще ну разве так отбрасывает ты продолжаешь играть типа я бросила ну-ка посмотрим чем там для плиты еще ты не делаешь действие видите мы мы все так устроены мы не хотим делать действия мы играем в полумеры потому что мы живем в полу жизни в полу вещах полу действиях это прикольно не на самом деле это очень хорошо если у вас есть интерес там заработать денег там поменять партнеров многократно или еще что такое в профессии продвинуться играйте в это только увидел что ну да можно играть ну и что а дальше что вот ты зарабатываешь деньги кстати это не очень сложно если ты зарабатывать деньги не можешь что тогда вообще тебе не в эту сторону то есть начале надо научиться там я говорю реализовывать себя как реальный человек то есть мощь там управлять делать проекты делать какие то вот когда ты видишь это типа ты уже начал управлять но даже в этом управление ты замечаешь что это не ты управляешь а если ты этого управления не можешь сделать то есть реализовать себя как ну вот те социальные роли то это вообще очень рано вот в эту сторону смотреть еще раз вот например буддизм же он начался с царей что к нему не был царем он имел все и все первые его санесины это тоже его братья дяди там и родственники это которые имели все вот они могли все это бросить и умереть а если ты еще этого ничего не имеешь конечно же для тебя это все просто игра очередная нету смысла но она реально все реально но самое реально это смерть все остальное это слова о жизни а философии а вот сейчас если я подойду и начну ножик тебе втыкать так конкретно и вот поймешь что это реально но просто сейчас не тот случай чтобы включать реальные события вот действительно все что угодно разговоры о философии о бизнесе о политике вот это билиберда полная это вот из пустого в пустое смерть это то что вот придет реально просто ну вот я говорю это всегда очень интересно вот некоторые люди которые вот вклюк вклинились вот в эту тему они же обычно с этого и начинали там знаете и там если смотрите эти сатсанг вот мы обсуждали саламат там такой есть сирсикенов видели кто нибудь у него рак начался конкретно при этом он был очень хороший бизнесмен в казахстане там у него был свой самолет сам вилла на море все было и вдруг умирает а и все все друзья которые были такие раз ну типа ты же умираешь давай мы тебя бизнес тут даже отжимать мне надо просто отдавай нам и все все равно помрешь такой мама мия то есть все люди вдруг он-то думал все его любят он-то думал что он управляет миром а тут хоп и все так и ничего и ты один сам собой а кто ты за что зацепиться туловище разваливается а сейчас вдруг в ад попаду действительно да вот обычный человек он когда на к нему это приходит он в истерике начинать таблеточки и операции там еще что-то кто-то как-то там в религию еще куда-то ведь действительно дурня помрешь так не понимаешь куда ты проваливаешься но это надо вот человека так очень сильно напрячь и он тогда вот у него вклинилась и ремиссия произошла все это он сказал у я умер а кто умирает и вот так вот крутенько крутенько пошел в эту сторону я как мужик умираю в каком месте мужик я как тел умирая в каком месте я тел он говорит вот так вот сел и как меня понесло в эту вороночку а я-то никто а как же тогда я умираю как я могу умирать если я никто да так вот я про это и говорю только шелуха это не шелуха это самое важное за что вы сейчас держит ну если они умственные то это умственность а это конкретные ну да 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 ну обычно я говорю про прочнее всего это шелуха к телу прикреплено то есть вот если те тела сейчас начнет разрушаться тут а тогда вот задергиваешься внимательно ну да но прикреплено у нас очень сильно к телу хотя уже говорит тело она меняется каждую секунду она состоит из квантов эти кванты и вообще нет и органы нет и кровь нет и чувство нет ничего нет и волосы сами растут сопли сами текут дыхание само дышит как ты к нему к телу прикреплен чё что за него то вцепился так да хочется вам что при помощи тела можно покушать по наслаждаться по покрасоваться то есть пока молодой а вообще прекрасно все дает там девочки там это все да это действительно так ты прикрепился к телу но сейчас разговор то не об этом ты не прикреплен к телу но это это самое ужасное если ты понимаешь что ты к телу не прикреплен тело это просто некая иллюзия которая расцвела сейчас засыхает потихонечку ну вот у меня например я прямо вижу как клинит ее и она распадется и уже ничего не повторить уже не будет тех вещей на которые я раньше опирался и все было впереди были надежды все это уходит причем прям действительно как песок между пальцами он я одного товарища с ним разговаривал говорит у меня импотенция я не знаю я наверное застрелюсь ну все смысл жизни закончился серьезно говорит все все просто выше вот представьте у вас это вдруг скажут а это еще не смерть это просто такая маленькая зацепочка за которой ты держался что ты вот все эти девушка твоя горит у до свидания серьезный же момент или такого ерунда какая молодец не но и понятное что это все именно так и есть но с другой стороны рассыпаешься разве не интересно взять попробовать при таких сложных условиях снова собираться можно попробовать а зачем давайте про критерии а зачем вообще вот ими вот я про это и говорю зачем мы вот вообще всякие вот эти вещи делали там семью хотя я говорю все это социально-ролевые конструкции нам там карьеру зачем мы это делали и зачем сейчас опять снова за здоровье цепляться если она и так уйдет вот 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 мы все время ищем как бы нам не страдать поэтому мы заводим себе семью любовь деньги потому что если этого не будет мы будем страдать скажем это одно из одни из условий ну да я лишь говорю у кого-то страдание что он импотентом стал страдание у кого-то страдание раком заболел страдание страдание у кого-то знаете там машину поцарапали во дворе да да вот она вас и скомпоновала вот вы и есть набор этих страданий а страдание именно потому что вот эти привязки к пустоте это серьезно я говорю это пока мисс мы тут сейчас сидим на слайтовой ситуации мы разговариваем а если у тебя там там я не знаю если есть деньги а у тебя их раз и утащили это же страдание а ты их откладывал там на машину на образование детей а банк сгорел и денег нету чуть такой мир так не справедливо если еще у ребенка рак а если жена ушла рога наставила с другом вот это тогда эти шекспировские трагедии начинаются от элла дэс дэмону придушил козел вот тут каких это страданий ничего же вообще из пустого места он так настрадал что вот так вот а вы думаете у вас то не так что-то выглядит то же самое просто ну еще не попались вы на тот крючок который вас выведет из себя но горю проще всего конечно это вот заболеть не этой самой смертельной болезни привет приехали я-то думал все впереди умираю и все мои желания ничего не стоит больше но еще раз говорю самое интересное как мы сделали что эти желания чего-то стоят из чего мы их слепили вот это очень интересный момент просто хочется хотел хотел ну да хотел как потому что это социум мама с папой но и ты посмотри просто в нем я сейчас для чего это разговор веду что вы можете это называется отслеживать умственные тенденции помните любая хотелка она всегда имеет проявление когда у вас наступает раздражение ну например вы хотели чтоб вам заплатили денег а вам не заплатили в такую начальник козел ну и пошло то же самое вы думали что вас девушка любит а она говорит нет мне нет вот уже там ну и соответствующее слово да так а вот за что они зацепляют эти чувства то есть вот хотелки есть но в хотелках самая проблема что они них умерли не разли не реализуются вот вторая благородная истина мир страдания хотелка есть получают не все то есть ты видишь где-то есть кто-то у кого все в шоколаде а у тебя-то нет и и тогда начинается там у нас в россии есть путин так он виноват во всем этом здесь тоже наверно кто-то виноват в том что вы тоже путин мировом масштабе вообще ну я не знаю там я говорю начальники виноваты жена виновата дети виноваты не такие и понеслось там не в той семье не в той стране и мне не повезло то есть очень редко встречаешь человека у которого вот все что он хочет реализуется для одного такого видел мы его называли к терпиллер как так он захотел harley дэвидсон восемьдесят втором году их то просто невозможно было сюда привезти и он через неделю на нем ездил их просто непонятно как он его мартирует материализовал с америки мотоциклы ну понятно что там эти дипломаты своим детям как-то там наверно можно объясняющий модель но вот он чего хотел то у него в жизни получалось нет не со всеми я такого одного человека видел у него действительно вот чего он хотел самое интересное вот его крайне раз когда я увидел было бы всего лишь 25 лет он он говорил что меня нету то есть я первый раз видел человека который был просветленный то есть он быстро вот эту хотелку отработал и вдруг понял что это все пустое это просто желание вот они реализуются реализуются ему было ли очень легко увидеть что его нету потому что они реализуются у большинства людей желание не реализуется и остается надежда что еще будет это я не вот так вот оттягивать оттягивать у них жизнь все впереди а у него а ну и там дальше можно объясняющий модели я говорю что большинство людей они не могут получить желание и их растягивать на всю жизнь там копят деньги там еще что-то еще что ты ищут любовь там а вот этот парень и он чего хотел то получалось то есть у него был колоссальный просто энергетический потенциал то есть он был магом потому что только маги могут вот так вот чего хотят сразу них материализу и он в 25 лет он он просто исчез то есть он мог быть я не знаю президентом россии там или еще что-то лет через десять-пятнадцать он просто исчез он сказал все меня нету и больше его не видел никогда и не слышу о нем ничего но это я говорю это я первого просветленного увидел сейчас просветленные видели в ю тубе перманентно появляются такой великий момент наступил можно выбрать себе ну какого-то такого персонажа по твоим каким-то ну соответственно и слушать его и он тебе прямо заливает туда куда надо и вот прямо такой увидишь что тебя нету точно но еще не веришь потому что есть еще хотелки и надежда что что-то в жизни должно быть хорошее правильно нет нет не хочешь тоже ничего но тут же вот еще одна просветление но но так вот вот смотрите но это не теоретически это вот действительно надо подойти вот возьми яду прими его но перед этим маме там никому скажи чтобы скорую помощь и понаблюдай за собой как ты будешь умирать и что с тобой а вдруг выяснится что мама-то думала что ты пошутила вот ты тогда увидишь как ты будешь умирать если никого нету если никого нету потому что жажда жизни это самое такое основное хотение которое оно видите оно нас прошито не даже не мне не это инстинкт сразу же бросишься звонить искать спасаться а почему иногда хочется умирать глупые потому что ну это вот самый тупой вариант когда человек думает что он же думает что он умрет и у него проблем не будет обычно хотят умереть у которых причем проблемы мелко шишовые это очень слабые люди которые думают что при помощи смерти они решат проблемы нет ничего они не решат они их усугубят в 10 раз то есть то что вас нету это не самоубийство это наоборот принятие реальности таковой какова она есть а какова она можно попробовать это один из вариантов действительно можно начать замечать как-то краем глаза что действительно ты тут никто я говорю какая-то личность что-то говорит с кем-то ругается а ты-то тут ни при чем что-то хочет можно заметить это очень интересная позиция когда вы вдруг замечаете что тот персонаж с которым мы себя отождествляли это просто автоматик такой белый робот так реагирует так разговаривает этого хочет а тогда вопрос а кто смотрит за этим белый роботом но это если вы эту позицию уже поймали если вы можете наблюдать как вам мысль заходит вдруг думаю чего-то ругаться начал но это это уже очень высокий уровень если вы можете вот таким образом находясь в ситуации в нее не выигрываться а наблюдать но это еще пол дела а наблюдает то кто за этим всем вот вот вы сейчас сидите и у вас какая-то мысль в голове вот посмотрите откуда она вылезла или вылазит ну как то чтобы понять что то или что то вы видите есть ли место откуда выходит мысль вот прямо сейчас для того чтобы оценить ваше состояние по поводу вот этого говорить если какое-то место откуда мысли появляются и если у нее какие-то вот эти фрагменты когда она только появилась чуть чуть побольше ну знаете раз она мысль она континуально значит у нее сначала середина конец но если она мгновенно то тогда тоже должно быть мгновение когда нет ничего и вдруг мгновение когда она вспыхнула она ведь все равно растянута видите мы же слова говорим чувства там начинают континуальность откуда вылазит мысли если вы изнутри откуда внутрь это где в голове где-то в голове ближе к лбу ну можно да надо вот никогда не останавливайтесь у вас появился какой-то ответ сразу поймите это просто слова давай-ка исследовать где там ближе мужичке прям туда лезьте вот всем своим вниманием наверно мужичке есть тайная потайная комната откуда мысли вылазит смотрите если там вы же можете смотреть мужичок ваш ваш ум ваш ваш смотрите неужто должен хирург лезть и смотреть знаете там со своими приборами мрт там давайте смотреть где у вас там мысли ну идиоты они же просто мигание электричества смотрят а вы можете смотреть конкретно откуда у вас оттуда вылазит мысль вот смотрите видите не поймете куда смотреть правда ну смотрите в середину из середины куда наверх вылазит вниз вправо влево какая на ощупь прямо вот и смотрите прямо дальше она куда у вас в лоб упирается не ну это банально но это можно делать это как раз тот инструмент который может запустить у вас вот этого наблюдателя ну как бы первая стадия для того чтобы перестать быть дурнем ну то есть биороботом который выполняет программный софт у которого вот эти проблемы с желаниями с неполученными желаниями и в общем со страданиями действительно жизнь страдания даже если вам очень весело и все хорошо просто вы умеете свои страдания под ковер так чик 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 и типа все отлично не замечать но они бывают понятно да до того момента когда вот обычно если человек неосознанный а просто заметает под ковер у него вот наступает момент кризиса когда вдруг раз и сломалось что-то например там умер ребенок или там под машину попала ну так жизнь устроена если ты в жизни не работаешь со своими страданиями а просто их прячешь она находит момент когда это в радикальном варианте напомнить тебе раз ты такой хитрый скрываешься от них получи это так вы думаете вот все эти болезни случаи это типа случайно Бог не досмотрел нет он как раз за вами досмотрел ладно ты прячешь все не работаешь вот тебе вот такая ситуация это ж настолько банально люди думают что все в мире случайно я случайно заболел случайно нет вы в мире пришли для того чтобы вот сделать этот отсмотр найти себя никакого другого у вас задачи нету да вы можете поиграться в различные конструкции связанные с жизнью с успехом с бизнесом там с работой с реализацией только для того чтобы потом понять что все это наигрался это все билиберда это все конструирование пустого я перед кем-то красовался ну то есть чтобы жене нравится дай-ка я денег заработаю новую машину куплю ну или новый дом новую квартиру правильно ну а как еще жене понравится вот и корячишься правильно ну и жена тоже что-то себе придумает как это самое ну на самом деле это никому не нужно потому что и детям вашим им нужна любовь и жене нужна тоже любовь ей не нужны вот эти медальки презентации ну может быть и нужны если она глупая но все равно внутри там другого хочется понятно да может быть но самое-то главное даже вот внутри вот этих а что такое любовь любовь ее пары святые это что такое там вот вокруг чего все это скачет а это уже главное слово это уже слово вот оттуда оттуда потому что природа любви она очень любопытна она не ну есть такое вот высказание бог есть любовь это из него и ты если вот в ней не в смысле вот там влюблен в машину влюблен в красивое тело или там а вот ты вот как бог потому что только бог может вот это чувство проявлять а вообще ты когда-нибудь так делал как бог не но понимает там где этим есть маленькая любовь там ближнему человеку есть маленькая любовь но это только тень потому что тут же моё тут же вот эти все презентации конфликты а вот чтобы по-божественному так вот знаете вот христианство есть христос ведь он вот он же все время только об этом и говорил возлюби ближнего как самого себя ну типа себя ты знаешь как любить а как ближнего не не в смысле там жену мужа там а вообще как то так вот беспричинно взять и кого-то возлюбить это что это такое а вот это то самое главное для чего вы сюда пришли не не возлюби там миллион долларов красивый особняк там жену модель это и дурак может сделать а возлюби жену сосед ну да общитель и тогда получается любовь возможность быть собой да а раз ты другому позволяешь быть собой это значит что ты не его не фиксируешь и себя не фиксируешь то есть ты свободен он свободен абсолютная свобода это абсолютная свобода это